Ах, черт, мы снова идем. В интернетах всяких сказали, что тут есть русский язык. Мы его сейчас даже найдем с вами. Замечательно. Это нам пригодится. Вот. Раньше всего этого не было. Раньше всего этого не было. Теперь появилось. И сегодня мы не будем проходить кампании. Сегодня мы посмотрим на новых юнитов. А в дальнейшем уже проверим их на прочность. Нам нужна карта средневековья 1. Изначально кто-то уже помер. Слышу я. Так, F, F. Все. Вспомнить бы как и куда. А из первоначальной позиции спускаемся под вот этот природный мостик. Нам нужна дверка. Ну давай, давай, давай. Великолепно. Вопрос, что в правом верхнем углу делает буква P и O? Одну секунду. Full HD, Full HD. Оконы на весь экран. А так. Ничего не меняется. Ладно, простим игре это. Здесь нас ждет комната. Значит, такая вот красивая. Свет проливается. И впустит он нас на новую локацию. Вопрос к чату, кто знает, что такое ПО. Напишите, пожалуйста. Может быть, может быть вы знаете что-то, чего не знаю я. Нужно нырнуть в этот шар, в общем. Это портал. Портал. Защищенные наступления. Это портал, в котором мы можем лицезреть новую карту. Новых юнитов. У нас тут будут одни товарищи, другие товарищи. Чтобы их открыть, нам нужно переместиться вот сюда. Подобрать. Я даже не знаю, что это. Солнце. Символ солнца. Открыто, тайно, солярный архитектор. Отлично. Тут тоже тайна. Тайны закончились. Тайны закончились, начинаются юниты. Значит, с ними мы сражаться должны. Но мы посмотрим просто. Тайна. Тайна. Где этот солярный архитектор? Находится. Да, мои господа, обнаружилось, в общем, что наш товарищ солярный архитектор недоступен, ввиду того, что это компания новая. И ее нужно пройти, прежде чем откроются эти юниты. И также есть какой-то еще другой, видимо, архитектор, которого тоже нужно открыть. Сейчас мы немножечко карту облетим. Полюбуемся красотами, пейзажами, какие нам были нарисованы разработчиками. Карта выглядит весьма неплохо. По-доброму. Но она и называется «Добрая сказка». У нас главная тематика этого обновления – это борьба добра со злом. Будем проходить эту кампанию, безусловно. Вот тут появилась кнопочка. Плохо видно ее сейчас. Надо думать. На каком-то более контрастном фоне. Вот. Кнопочка смены карты. Кнопочка смены карты. Но, чтобы открыть кампанию зла, нам нужна песочница. Песочница, значит. Жуть 1. Жуть 1. Летим в то же место. В то же место, что и на средневековой карте. Тут дверка у нас приоткрыта. Зло вырвалось наружу. Зло витает в облаках. Все тут порушено, разрушено. Нужно спуститься в чертоги ада. И тогда нас переместят в другую карту. Внезапные лезвия. Называется она «Победить синие команды». Здесь есть демон, которого пленил какой-то, не знаю, местный Саурон своей цепью. За этим демоном виднеется красная субстанция и костяной меч, судя по всему. Не знаю, мало кто, наверное, поймет отсылку. Адский кнут. Мало кто поймет отсылку, но вот этот адский кнут с его мечом, похожий на кнут, напоминает мне героиню из Soul Calibur 4, которую звали Айви. Если кто поймет, то это неплохо. Вот, вторая кампания, которая открывается против сил зла. Естественно, тоже у нас он недоступен, правильно я понимаю? А, вот нет, сейчас он недоступен. Значит, солярный архитектор Адский кнут. Давайте просто взглянем, просто посмотрим, просто немножко посмотрим на них, как вы выглядите. Ну, в принципе, весьма перспективно. Этот выглядит, товарищ, более борзо, более дерзко. Окей, окей. Можно даже, можно даже, я считаю, проверить их в бою против каких-то обычных хоббитов или туземцев. Так, тайна, тайна, солярный архитектор. Естественно, ты пойдешь против дубоносцев, потому что, как иначе, мы должны показать твою мощь, а не то, как ты проигрываешь. Мне кажется... Ага. Мне вначале показалось, что это своего рода маленькие... Маленькие бумеранги, но они не отлетают, они... Взрываются. Плюс он этими палками своими может дубасить довольно неплохо. Отлично. Так, второй товарищ наш. Второй товарищ наш. Адский кнут. Нет, мы не будем за тебя играть. Сам разберись с ними. А, ты издалека. Хорош, хорош. Ты издалека бьешь. Это удобно будет использовать. И тела начинают полыхать. В принципе, весьма-весьма успешный молодой человек. Тоже пригодится нам. Просто посмотрите на этого демона. Посмотрите на этого красавчика. Он уже знает, что он будет использоваться в этой карте. В этой карте. В этой игре по максимуму. Больше фракций. Добро-зло, собственно. Добро-зло. Добавляем их себе сюда. Добро-зло. А вот они и открылись все. Будем с вами сейчас их все тестировать. Так. Рукавица воина веры. Поехали. Рукавица. Что ты делаешь? Похож на боксера, который открылся в непредыдущем, получается, дополнении. Предыдущее дополнение было с рождественскими юнитами. До этого было дополнение с боксерами. Там еще был какой-то супер боксер. Ну, это обычный юнит 200. Монет всего стоит. Ничего сверхъестественного от него ждать не нужно. Звездная эгида. Давайте подальше, чтобы как-то можно было подлететь, посмотреть. Судя по всему, это или защитный купол, или что-то типа того. Победа за красными. А, победа за синими. Побеждена красная команда. Она очень слабенькая. И это нифига не купол. Но она какими-то светлячками бросается в них. Окей, как юнит заднего боя за 300 монет, в принципе, неплох. Лучезарный копьеносец. Давай, рассказывай. У тебя глефа такая модная? Хорош. Ну, вот это уже поинтереснее. Да, быстрая скорость атаки и глефа, которая вносит неплохо демеджи. В принципе, почему бы и нет. Доблестный паладин. Доблестный паладин с молотом. Практически тор, но не совсем. Наказывает неплохо. Тора, это его сильная атака на правую кнопку мыши. Надо будет устроить ему битву с Тором. Мне интересно, как это будет выглядеть. Но у Тора есть небольшое, мне кажется, небольшое преимущество будет, ввиду того, что Тор может издалека молнию пустить в него. Опять же, ну какой красавец. Так, далее. Божественный судья. Ну, это уже что-то борзое за тысячу монет. Он с книгой. Понял. Хороший судья, давай. Какие-то молитвы читает. Падре. Падре, закройте свою библию, пожалуйста. Священный слон. Понял. Понял. Хорошо. Ага, ага. Слон с копьями. Мало того, что слон будет сам атаковать, так еще и товарищ с копьями. Прям карфагенский воин времен пунических воин. Хрономант. Это какой-то оракул вообще, судя по фиговине, которая за ним. Ну, давай. Это прям очень недурно. Это прям очень недурно. Он просто одним движением тормозит всех и все. Хорошо. Мы потом попробуем самых крутых юнитов против других крутых юнитов, которые есть. Потому что товарищи с дубинами слабоваты. Так, убийца тень. Ага, ты уже здесь. Ну, это местный рог. Да, местный рог. Его просто с одного удара вырезали. Интересная способность. Он быстро перемещается, получается, за врага. Может быть, удобно в случае, если тебе нужно убить каких-то лучников или хилеров. Почему бы и нет. Опальный страж. Окей. Ты с щитами просто, да, идешь? В чем твоя опальность? А, у тебя появились топоры из щитов. Тоже неплохо. Ну, да. Он 300 монет всего стоит, поэтому победа за синими. Понятно. Безумный механик. У него какая-то адская бомба. Или реактивный двигатель. Сайберпанк в тапсе. Я понял. Я понял. Это... Это огнеметчик местного разлива. Но даже он проиграл пятерым дуболомом. Так, сектант пустоты. Ну, как-то воины тьмы выглядят более серьезно. У, какое. Давай, иди. Иди, разломаем кабинеты. И что, и все? И ты не убил их своими мечами? В смысле? Всего лишь пять чуваков с дубинами. А в чем прикол тех мечей? Если они не убивают. То, что ты палец и машешь здорово, я понял. Но... А... Ладно. Может быть, это как-то работает против других типов юнитов получше. Штормовой некромант. Так. Молния не перемещается. Тут туча с молниями не перемещается за юнитами. Понятно. Ты руками дерешься? Не дерешься. Он прям слабенький. Его нужно назад ставить, чтобы кто-то танковал. И головы у него нет. Глашат из Саурона. Предвестник смерти. Давай, рассказывай, кто ты такой. Хорош. Быстрый юнит ближнего боя и очень опасно выглядит. Этот мне понравился. Монарх пустоты последний. Так, подальше тебя, монарх, чтобы ты дошел, чтобы мы на тебя посмотрели, полюбовались. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Какой красавец. Хе-хе-хе. Ой, какой у тебя меч сзади огненный. Так. Я понял, тут вообще без шансов. Хорошо. Хорошо. На это посмотрели. Теперь предлагаю, естественно, нам нужно взять каждого из них. Мы как-то их тут так расформируем покрасивше. Пусть подерутся каждый с каждым. Вернее, вначале все со всеми, а потом каждый с каждым. Мы оценим, чьи силы более могущественны. Силы добра или силы зла. Сможем с вами оценить, на какой стороне, на чьей стороне. Вернее, стоят разработчики данной игры. Ну, по логике вещей, как обычно, добро должно побеждать зло. Но это не точно, это не точно. 7-800, 7-800, все честно, 7 на 7. Поехали. Поехали, поехали. Пока преимущество за красными, но... Ёжи-жи. Тут какая-то... Новые формы. Они эволюционировали, прям как покемоны, но свет... Свет оказался пока немножечко сильнее. У синей стороны еще есть шанс. Ну, он был, по крайней мере. Так, я понял, это самые крутые, которые. У них есть дополнительная форма, их тоже нужно оценить. Хрономант. Да? Хрономант. Побольше юнитов. Давайте защитников возьмем. Защитников, значит. А ну-ка, превращайся в бабочку. Он очень круто тормозит их, на самом деле. Это очень крутая способность. Если он убивает так практически каждого... Вот. Происходит эволюция. А дальше начинается грязь. Ну, естественно, они до него достать не могут, потому что они... Ближнего боя. Пытаются построить пирамиды друг из друга. И... Блин, нет, ну это прям имба. Это прям... Очень-очень крутой чар. Так, такого же только со стороны зла мы возьмем. Монарх пустоты. У него тоже есть вторая форма. Интересно, а может, есть третья форма какая-то еще у них? Давай-давай, товарищ. Иди руби их. Руби. Ну, это прям Люцифер какой-то адский, сатана. У него и... И меч более борзый. И рога побольше. И крылья по обломанней. Неплохо. Так. Отлично. Еще раз. Значит, теперь монарх пустоты. Пойдешь от костра. Против хрономанта. Пойдешь от камушка. Посмотрим, кто конкретно из них сильнее в честном бою. Я ставлю на хрономанта, потому что он вообще какой-то лютый. Он сдалека стреляет, в отличие от товарища злого. Тому нужно обязательно подойти. Он, конечно, телепортируется, но... Наш красный юнит проэволюционировал чуть-чуть быстрее. И да, ну... Тут вообще без шансов. Только из-за того, что у него атака дальнего боя, он начинает атаковать раньше. И я понимаю, наверное, суть такая. Чем больше... Ничем больше. Получается, должно пройти несколько атак, прежде чем они проэволюционируют. И логично, что юнит дальнего боя начнет атаковать раньше. Ясно, ясно. Так, хрономант. Монарх пустоты. Но он тоже неплох, он тоже вполне достойный. Последний, кого мы проверим сегодня, адский кнут. И солярный архитектор. Давайте, вы еще друг с другом не воевали. Опять же, у Света атака издалека. Намного дальше. Адский кнут, конечно, тоже издалека атакует, но он даже выиграл. Но ему нужно подойти, ему нужно все равно произойти сближение с оппонентом для того, чтобы провести нормальную атаку. Тем не менее, тем не менее... Какой товарищ красивый. Тем не менее, здесь победа за злом и, в принципе, плюс-минус, я думаю, все уравновешено. Так. Плюс к всему. Две компании появилось, как я уже говорил. Компания – добрая сказка. Компания – недобрая сказка. Нужно будет пройти компанию за добро, компанию за зло. Победить всех, наказать всех и быть самыми лучшими в ТАПСе. Я думаю, на сегодня мы закончим. Сегодня мы посмотрели на новых юнитов. Их особо искать не пришлось. Всего лишь по одной локации, где нужно найти секретный элемент для того, чтобы разблокировать юнитов. А сами компании мы продолжим в следующем эпизоде. Вы обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Ну, а я благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео. Ставьте лайки, комментируйте на канал, естественно, подписывайтесь. Есть еще группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Переходите по ссылкам, которые в описании под роликом. Будем рады вас там тоже видеть. И увидимся в следующих роликах от ТАПСу и в других играх. Всех обнял.